76 детей из Югры отправятся на Кремлевскую елку. В этом году до поездки остались считанные дни. Сегодня ребята и их родители занимаются приятными хлопотами. Выбирают костюм, упакуют вещи. При этом не забывают и о повседневных занятиях, уроках и тренировках. Ведь именно за отличия в учебе и спорте они получили приглашение на главный новогодний утренник страны. С участниками Нижневартовской делегации познакомился и наш корреспондент Кирилл Волконский. Хрупкая, но только с виду, старательная, ответственная, дисциплинированная Варя Качура. Боевыми искусствами занимается уже пять лет. То, что в будущем она станет чемпионом, уверены и родители, и тренер. Уже сегодня наград в копилке девочки немало. Неоднократная чемпионка городского первенства, призер Югры подзюдо и самбо. По заслугам и награда спортсменка отправится на главную елку страны. Варя вспоминает, новость о поездке в Кремль в семье вызвала нешуточное волнение. Пришлось решать массу вопросов. Я сначала не поняла, что это такое, а потом мама объяснила, и я обрадовалась. Ездили в отпуск, и там купили наряд. И мама сказала, нужно подобрать наряд. И она сказала, что должно быть строгое, но не слишком. И мы выбрали платье черного цвета. А вот Артур Ракипов о внешнем виде думает меньше всего. На праздник он возьмет с собой, согласно классическому дресс-коду, светлый верх, темный низ. Свою путевку на кремлевскую елку, несмотря на разнообразие увлечений, мальчику нравится музыка, футбол. Он обладатель золотого значка ГТО. Артур получил за успехи в учебе. К поездке в Кремль пятиклассник полностью готов. Чемодан уже упакован. Личные планы составлены. Хотел бы видеть президента елку в новогоднюю. Других учеников, отличников, познакомиться с ними. Для 22-й Нижневартовской школы путевка пятиклассников в Кремль стала уникальным событием. Артур – второй ученик этого учреждения, который отправится на главную елку страны. Хотя больше педагогов сегодня волнуются родные. Для нас это было неожиданно, конечно, но очень волнительно. Мы очень рады, радуемся вот этому событию. Ждем с нетерпением его возвращения уже. В этом году на Кремлевскую елку отправятся дети из городов Югры. В прошлом году это были школьники из районов. Только из Нижневартовской на Кремлевскую елку поедут 8 учеников. Это отличники учебы, культуры, спортсмены. Главная тема представления, которую подготовили для счастливчиков – письма Деду Морозу. Кирилл Волковский, Александр Титаренко. Вести Югория. Нижневартовск.